Утро 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 Под девяносто девятым номером Иван Дроздов и под двадцатым капитан команды Денис Семенюк. Илья Манаенков участник товарищеских матчей между сборными Белоруссии и России, которые не так давно проходили в Белоруссии. Напоминаю, что пока обе сборные лишены возможности участвовать в международных соревнованиях. Так вот, во второй четверке сборной Белоруссии выходил Илья Манаенков, а Александр Антонов, мы уже неоднократно по ходу наших трансляций это говорили, выходил на 10-метровый от Янара Садова и потащил его от звезды российского футзала. Ну и еще в сборную также вызываются из состава мини-футбольного клуба Минск Никита Кривицкий, он под четырнадцатым номером сегодня заявлен на матч, и Иван Дроздов под девяносто девятым, еще не приехал Андрей Семенюк, он тоже вызывается в сборную, поэтому именитые гости пожаловали к нам на турнир. Возможно, не все получилось, но здесь, конечно, и усталость, и травмы, и все остальное. Сегодня мы видим, что Александр Ольшевский заявлен на матч, самый опытный 41-летний футболист мини-футбольного клуба Минск, поигравший в свое время и за сборную Белоруссии, по-моему, и бывший ее капитаном, и выступавший на чемпионате мира 2014 года. Кстати, именно его игру отмечал после матча Ирайра Минск один из лучших, один из самых ярких игроков этого турнира, Михаил Марков. Говорит, очень понравился Ольшевский, ну, нам тоже Ольшевский понравился, а от Минска, наверное, все-таки чуть большего мы ожидали, потому что все-таки команда является действующим бронзовым призером чемпионата Белоруссии, но я не думаю, что была задача прям кровь из носу выиграть этот турнир у мини-футбольного клуба Минск. Скорее так, в подготовительных соревновательных целях это использовалось руководством мини-футбольного клуба Минск. Ну, и мы видим, что оба тренера принимают активное участие в матчах мини-футбольного клуба Минск на этом турнире. Манайенков с мячом, передача на Семенюка. В бровку на Семенюка Сапко вернулся в ворота Волота. Ну, на чужой половине поля мы уже понимаем, что Волот будет играть 5 на 4. Да, заменился Сапко на Антона Демина, на своего капитана. Ну, и на паркете у Волота 9-й номер Кирилл Царев, 14-й Кирилл Непомнящих, 11-й Сергей Чередниченко и вместе с ними 18-й номер Иван Гопанюк. А вот разыграют футболисты Минска. На паркете у них появился играющий главный тренер Александр Черник, также Павел Рубникович. У Черника 7-й номер, у Рубниковича 87-й. Под 10-м обладатель сильного дальнего удара Вячеслав Воронин, потревоживший уже некоторых вратарей нашего турнира своей пушкой. Ну, а здесь Кирилл Непомнящих вводит мяч из-за боковой. И Волот, и Минск дебютировали в турнире, расширив географию нашего замечательного футзального мероприятия, футзального праздника. Помним мы, как вчера проходили полуфиналы, при каких показателях на трибунах. Да, очень много болельщиков смотрело лично эту игру, эти игры. И смотрело нашу трансляцию почти две тысячи зрителей. Сапку ловит мяч, и здесь в столкновении с Евгением Чижиком получает повреждение. Единственный голкипер Волота на этом турнире. Первый фолк. Ну, а я пока не вижу сообщений в чате нашей трансляции. Наверное, еще не проснулись. Болельщики, а это удар. И тащит Сапку после удара Павла Рубниковича. Здорово сейчас действует голкипер, которому не так давно прилично досталось в одном из игровых эпизодов. Чижик. Черника. Черник в бровку на Воронина. Чижик. Забегает здесь за спину Ну и перемудрели Чижик с Ворониным на пару Оказывает нам Ивана Сапкова Колоссальная нагрузка выпала на него Как на единственного голкипера Волод А вчера еще и Волод получил серьезный психологический удар Гвардеец был безжалостен Гвардеец из Донецка К команде из Хабаровска 15-2 с таким счетом Гвардейцы разгромили Разгромили команду из Хабаровска И сегодня именно гвардеец Наряду с ангарским Гранд Байкалом Гранд Байкал в серии пенальти Победил Минск Сойдутся в матче за престижное 5 место Престижное потому что Хотя бы потому что уже есть Денежный сертификат за 5 место Я не помню по какое место дают денежные сертификаты Но 5 точно его получают Фалит Александр Черник На Кирилле Непомнящих Александра Черника мы хорошо помним По выступлениям за Югорский ТТГ Яву За Дину За Мытищи За мини-футбольный клуб КПРФ Мини-футбольный клуб КПРФ По-моему был последний в российской биографии Александра Черника Доигрывал он уже на родине Много раз признавался лучшим футзалистом Беларуси Я думаю он лучший футзалист в истории Беларуси Здесь совершенно очевидно Ну и затем тренерский путь Его все ступени прошел Удар по пустым воротам Там 1-0 Забивает Поздравляют сейлью Манаенкова 12-го номера Смотрим розыгрыш 5 на 4 Здесь не прошла передача через центр на дальнюю штангу И Манаенков забил в пустыню Так вот Черник тренировал до национальной сборной Беларуси Сборную Ю-19 Там кстати у него играл и вратарь Александр Антонов И Вячеслав Воронин Тоже был 10-й номер Минска на этом турнире Ну и еще тогда сетовал Александр Черник Что с подготовкой кадров очень тяжело Что берут людей из большого футбола Не помнящих удар Антонов Что берут людей из большого футбола И их приходится по 4-5 месяцев переучивать Ну кстати 4-5 месяцев еще не так уж и много Поскольку раньше почему-то считалось Что игрока нужно под подошву учить принимать Правильно чуть ли не год Что там особенно учить год я не понимаю 4-5 месяцев вполне реальный срок Но Александр Черник стал инициатором создания Академии Академии мини-футбола в Беларуси Я не знаю уже запущена Академия или нет Подскажите в комментариях Если кто знает из белорусских болельщиков Читаем ваши вопросы Кто выиграет турнир Какие шансы Дай полностью расклад Но я уверен что турнир выиграет Ирайра На меня могут обижаться Могут не обижаться Игроки Улан-Удэ-Сити Я на 90% уверен что победит Ирайра А в матче за третье место конечно явный фаворит это Это сервика Хотя там у Байкал автотрака Объективно шансов побольше чем у Улан-Удэ-Сити В финале против Ирайра Тем более что мы видели как вчера себя ярко проявила Атакующая группа Ирайра Михаил Марков, Роман Адамов У Маркова покер, у Адамова дубль Как здорово выглядели остальные футболисты Как хорошо стерился в обороне Берим И созидал впереди Кирилл Старостин Очень полезно вчера смотрелся для своей команды Но в общем-то здесь и так и должно быть Если приезжает профессиональная команда Которая лидирует в своей конференции Восток высшей лиги И претендует на суперлигу То конечно она должна побеждать Как в прошлом году победил Сиптранзит А в финале сыграл именно Сыраева То есть две профессиональные команды сыграли друг с другом Возможно кстати Да, кстати уже руководители Ирайра не скрывают Что если они выиграют этот турнир То он для них будет последним Приезжать они больше не будут Тем более они грезят о суперлиге И суперлига с этим турниром несовместима Может быть и правильно Может быть вообще ограничить участие здесь профессиональных команд Поскольку они изначально имеют преимущество Хотя ну вот случай с Минском показывает Что не всегда получается его использовать Хоть даже несмотря на наличие игроков национальной сборной В своем составе Чередниченко берет игру на себя Но здесь уже ему не выбраться к воротам Фидоринчик и Семенюк очень четко сработали Минск мне кажется выиграет Пишет в комментариях Ну да, мне тоже так кажется Хотя мы видим что Никаких сверхусилий пока Минск Не предпринимает Играет в свой футбол Футбол очень строгий Очень системный Основанный на контроле мяча Основанный на очень строгой игре в обороне Ни шагу в сторону Ни шагу назад Как говорится Пидстоп должен быть в финале Это безусловно Добивание Но здесь Непомнящих помешал игроку Минска в 87-му номеру Павлу Рубниковичу Нам показывают Кирилла Непомнящих Уже живого места нет на коленях Очень изматывающий турнир Где длинная скамейка Играет немаловажную роль Воронин И удар наносит Рубникович Сапко не спешит Вводить мяч В игру, кстати, не будем забывать И про такой момент Как часовой пояс Я постоянно приезжаю на Матчи Сейчас посмотрим атаку С арбитрами Которые обслуживают Этот турнир Александр Салат и Алексей Иванов Они из Москвы И они просто погибают Поскольку разница Улан-Удэ-Москва По времени 5 часов В Беларуси ведь то же самое То есть сейчас в Беларуси 6 утра Во время этого матча Поэтому очень непросто Это представляете В 6 утра уже начинается матч Во сколько тогда нужно вставать По сути среди ночи И я не думаю Что к последнему дню турнира Так уж организм там успевает Перестроиться Вновь в формат 5 на 4 Переходит Волод Чередниченко Гапанюк Кудряшов под пятнадцатым номером появился У Волода на розыгрыш пятого Чередниченко теряет мяч И Воронин Бьет Кудряшов в свою команду Спасает Главово Сапко Возвращается в ворота Забьет ли в сегодняшнем матче Александр Черник Главный для меня вопрос Его помощник Игорь Фидоринчик уже отличился В одном из матчей турнира По-моему это был матч С сборной Монголии Ю-23 После розыгрыша аута Акцентированный был нанесен Мощный удар Фидоринчиком Тогда Минск победил 4-1 Ну а борьбу за Главный трофей турнира Минск прекратил На стадии Одной четвертой финала Проиграв Ирайра со счетом 0-1 Причем у Минска была возможность Перевести этот матч в серию пенальти Но тогда Вратарь Ирайра Георгий Пашин Потащил десятку От Ильи Манаенкова Воронин пытается Раскачивать напомнищих Черник со своим подопечным Не разобрались Антонов Черник Темп Темп мы видим у нас в игре Не самый высокий Когда финал? Финал сегодня в По-моему 16.00 Церемония награждения В 18.00 Давайте полностью Расклад Я дам Зайдя в наш Официальный телеграм-канал Турнира МФ03 МФ03 Ру Там вы можете Смотреть статистику А вот Расписание Сегодняшних матчей После этого матча Сыграют Гвардеец Донецк И Гранд Байкал Ангарск Это 12.30 По местному времени 7.30 По Москве Не помнящих На дальнюю И Демин В упор не забивает Антонова В 14.00 Матч за третье место Соответственно В 9.00 По Москве Сервика Иркутск Байкал Автотрак Улан-Удэ И в 16.00 Все верно 11.00 По Москве Улан-Удэ Сити Ирайра Иркутск Ну а в КСК Параллельно Игут матчи За 15-16 За 15-е место За 13-е За 11-е И за 9-е У нас каждое место Разыгрывается Не помнящих Царев Пока Издалека Семенюк Начерника Манайников В центре сейчас Смещался Дроздов И наносил удар Царев Не точная передача В направлении Капанюка Чуть меньше Восьми минут Осталось Играть В первом тайме И пока Гол Остается единственным В этом матче Антонов Поднимается На чужой На чужой поле На чужую половину поля Сейчас Поучаствует В атаке Минска Причем полновесно Поучаствует В центре Семенюк Антонов Антонов На бровке Антонов Антонов Семенюк Антонов Антонов Семенюк Я думаю Что матч За пятое место Конечно Будет по Содержанию По накалу Поинтереснее Чем Матч Который Мы сегодня Болидаем Это объективно Все-таки Донецкий Гвардеец Очень зол Что На стадии Одной четвертой Финала Покинул турнир Одна из сильнейших Любительских команд Россия Пятое место В чемпионате Первой лиги В финальном этапе Ну и Регулярные победы На уровне Южного федерального Округа У Донецкой команды Розыгрыш Розыгрыш Углового Удар Поворотом От Фидоринчика Но вот мы помним Что Есть такой Прием В тактическом Арсенале Минска Это Вывод На удар После розыгрыша Стандартов Игоря Фидоринчика Помощника Александра Черника Семенюк Антонов Семенюк Манаенков Манаенков На Антонова Назад на Семенюка Проходит здесь Передача На Фидоринчика Александр Салата И местный арбитр Александр Семагин Сегодня Обслуживают встречу Алексей Иванов Пока На паузе У них С Александром Салатой Сегодня самые Важные Матчи На турнире Это матчи за Бронзу И за Непосредственно Кубок Розыгрыш пятого Теперь Уже на половине Поля Минска У Туарцарева В штангу Попадает Царев И Антонов Показалось Что Как-то неудачно Приземлился Но нет Встал И игру Продолжает Черник Передача На Ворониной Забегание За спину Родникович На дальнюю И там Не смог Замкнуть Этот прострел Евгений Чижик Завел В длинной Передача Направление Кудряшова Черник Первый На мяче Убирает Под правую Убирает Под левый Удар Здорово Александр Черник Классно Сейчас сыграл Все-таки Жажду Голов Никуда не денешь Хочет забить Александр Черник Антонов Кстати Помните Как Александр Антонов Во вчерашнем Матче Забил От своих ворот Кириллу Абаденко Абаденко Конечно Не справился В серии После матча В пенальти Потащив Два удара Так вот Подобный гол Не первый В игровой биографии Голкипера Минской сборной Белоруссии За команду Ю-19 Он так ворота По-моему Сборной Греции Забивал Только не по центру А он там был На углу штрафной Такая длинная Длинная свеча Причем врата Тоже был в воротах На тот момент Но там Траектория была Просто сумасшедшая Черник Сейчас ведет мяч в бру Воронин Удар Удар Ими Сапко Вводит мяч Но Не удалось Зацепиться За него Цареву Длинная свеча Води в костюме На такой Спокойной И будничной Атмосфере Сложно представить Что вечером Здесь будут Да не вечером А уже днем Здесь закипят Самые настоящие страсти В матче За третье Место И в матче За чемпионство Черник Обыгрывают Один в один Воронин. Здесь то ли пропускал, то ли просто не зацепился Чижик за мяч. Воронин. Чижик. Черник. Непомнящих. Но здесь Черник помешал отдать ему передачу. Непомнящих. Демен. Непомнящих. Ближний угол. Здорово действует Антонов. Руслан Шугловова. Царев. Чередниченко. Царев. Чередниченко. Царев. Ну, здесь и в центр-то не сместишься. Черник страхует своего партнера. Непомнящих. Царев. Непомнящих. Перекрыл здесь передачу на Демина Павел Рубнякович. Царев. Непомнящих. Надо попробовать обострить. Непомнящих на дальнюю. И не забивает Кудряшов. Показывает там 15 номера. Волота. Фидоринчик появился. На паркете у Минска. И здесь на себя Манайенко взял игру. Ничего не отпускал в мяч. На всякий случай. Сапкова била вову аут. Фидоринчик. Вперед. Семенюк. Удар в ближний угол. Секерин. Черник. Фидоринчик. С Тарстовым. И... Это Каминска. Прошла передача за спину на Семенюка. Кудряшов. Чередниченко. Пошла последняя минута первого тайма. У нас последняя минута первого тайма. Напоминаю, два по двадцать. Чистого времени. Удар. Рот Чередниченко. Выше ворот. Водит мяч в игру Антонов. Ну и темп, конечно, крайне невысокий. Последний день турнира. К большому счету особой разницы, какое место занимать у участников этого матча, наверное, нет. Седьмое или восьмое. И в итоге все без особого напряжения играют. Прикрывает передачу Гапанюк. Манков. Рисперекрывает передачу Гапанюк. Дроздов за боковой вводит. Федоринчик не смог зацепиться за мяч. И сейчас просит он тайм-аут. Не стали брать тайм-аут представители Минска. Маненков. Минска. 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 Антонова. Вперед. Федоринчик зацепился за мяч. Уходим на перерыв. Теперь 1-0 в пользу Минска. 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 из тех команд, которые сейчас оспаривают седьмое место. Будет бурное обсуждение событий турнира. Но мы скажем, что в 12.30 за пятое место сыграют Гранд Байкал и Гвардеец. Гранд Байкал представляет Ангарск, Гвардеец – Донецк. Садков вводит в ночь в игру. Дельшов. На Чередниченко. Царев на Непомнящих. И вновь Антон Демин появляется на розыгрыш пятого. Чередниченко. Царев, Непомнящих. Непомнящих решается на удар. Но все веселее, чем катание мяча туда-сюда, чем, в общем-то, обе команды и занимаются в последнее время. Смотреть такое не очень интересно, прямо скажем. когда обе играют 5 на 4. Все-таки мини-футбол – это играть 4 на 4. Пятое – это врате. Ангарск не спит, ждет игру Гранда. Отлично. Запасайтесь кофе и другими напитками. Я думаю, что будет интересно. перепасовка Царева и Непомнящих. Попытался Демин Блок поставить. В итоге ничего из этой атаки не получилось. Воронин, Черник. Черник на Манаенкова. Воронин. Черник. Вот мяч быстрее задвигался в Минске. Все это веселее стало смотреть. И вот тут пробежал мимо мяча от Раздов, 99-й на уровне. Манаенкова. Роль вратаря гонял. И он, кстати, не заменился сейчас на Антонова. И пока что не успеет это сделать. Кудряшов. Непомнящих. Непомнящих. Удар в направлении ворот. И по пустым сейчас бьют игроки Минска. Не попадают. Сапко. Кудряшов против Черника. Черник отбирает мяч у Кудряшова. Удар по воротам. Сапко отбивает. А Рубнякович бьет выше. Но мы видим, что главный тренер Минской сборной Белоруссии близок к тому, чтобы забить свой первый мяч на турнире. Черник, не выбрасывайся. Давление без отборчика. Не выбрасывайся на него в кровь. Закон. Чередниченко. Царев. Под левый угол. Кирилл Царев. 1-1. Ну, сейчас доэкспериментировались игроки Минска. Царев. Как-то его никто и не пошел встречать. Видимо, Семенюк передавал его Рубняковичу. Ну, и не удивляйтесь, если вы слышите музыку в нашей трансляции. Здесь в раздевалке за моей спиной кто-то включил песню про Валеру. Причем довольно громко. Но если кому-то это помогает настроиться на игру, чтобы показать яркий, красивый, динамичный футзал, то здорово. Хоть про Валеру, хоть про Васю, хоть про Петю. Черник. В бровку. Как-то Семенюк даже, точнее Манайенков, в ворота не спешит. Черник. Манайенков. Семенюк. Черник. Семенюк. Черник. Черник. Александр Черник, кстати, в матчах сборных России и в Белоруссии просто был иконой стиля. Посмотрите трансляции. Здесь при параде, в брюках, в белой рубашке. Я бы, кстати, в футзале тоже ввел дресс-код, какой существует, например, в баскетболе. Там было дорого смотреть на главных тренеров. Неужели еще одну серию пенальти мы увидим на турнире? Такое ощущение, что Минск в очередной раз не против. Манайенков. Дроздов. Семенюк. Проходит на Черника. Передача. Черник ждет. И в ногах у игроков хабаровской команды вязнет мяч. Воронин. Семенюк. Нанайенков на Семенюка. Дроздов. Здесь, похоже, вышел мяч. Наконец-то Антонов вернется в ворота. И Царев сейчас ошибается при вводе мяча в игру. Чуть было не наказывает его за этот раздох. Воронин. Я не понимаю, почему все назад? Почему все передачи у Минска идут назад? Какая цель этого? Не пойму. Очень много игры назад и поперек. Назад и поперек. Тут и ворота в другой стороне располагаются. Ну, я не знаю, какая была установка на матч, поэтому... Ладно, ну а сейчас чуть было не срезает мяч в свои ворота Секерин. Семенюк. И не попадает Федоринчик. Хорошо сейчас разыграли Семенюк, Воронин и Федоринчик. Даже попрошу повтор, наверное, показать этого эпизода. Хорошая такая трехходовка. Ну и там Федоринчик немного не попал в трую. Повтор, да, здесь вполне понятное дело, что под левую ногу это все было. Семенюк. Проходит передача на Федоринчика. Игорь Федоринчик 2-1. Забивает свой второй мяч на турнире. И эмоциями сейчас возвращается во времена своего игрового прошлого. Классную передачу Семенюк вырезал. И в ближний угол ударом забил Федоринчик. А ну и Волод переходит в игру 5 на 4. Непомнящих. Допонюк, Непомнящих. Допонюк. Непомнящих. Удар Кирилл Непомнящий. 2-2. Классный удар с носка удается нападающему Волота. Александр Антонов был бессильный. Не надо ничего сочинять. Принял и дал с носка. Там еще и Демин забегал, может быть, дезориентировал. Дал кипера. Мяч в ворота команды Волота забил игрок под номером 9. Ну, все повеселее стало. Игорь. Мяч в ворота команды Минск забил игрок под номером 14. Непомнящих. Кирилл. Счет становится 2-2. Черник появляется на розыгрыш пятого. Вот это да. Это, наверное, один из редких случаев. А может быть, вообще первый раз по ходу турнира, когда и главный тренер Минска, и его помощник одновременно находятся на паркете. Это, кстати, увеличивает шансы на взятие ворот Волота в третий раз. Черник. Вороты пустые там. Не забываем про это. Секирин промахивается по нему. Черник. Дроздов. Дроздов. Черник. Дроздов. Федоринчик. Дроздов на Манаенкова. Воронин. Дроздов на Федоринчика. Федоринчик в центр. Тут пробегает не у мяча Воронин. Ну и тайм-аут берет Волота. Продолжение следует. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Пешком Александр Черник переходит на чужую половину поля. Продолжение следует... Черник. Ошибается Черник. И сейчас встает он на пути Кирилла Непомнящих. Непомнящих уже нет сил возвращаться в игру. Все очень сильно устали. Хорошая передача прошла на Цареву. Кирилла Непомнящих. 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 Царев. Гопанюк. Нужно бить Цареву. Ловит мяч Антонов. По пустым. И успевает Гопанюк остановить мяч. Кирилла Непомнящих. Царев. Царев. Непомнящих. Кирилла Непомнящих. Кирилла Непомнящих. Вот Семенкова ходит мяч Ваут. Семенкова ходит мяч Ваут. Царев. И не дотягивается Демин до мяча. Показывает нам капитана Волота Антона Демина. Который, по-моему, сегодня всю игру пятным полевым играет. Дроздов. Воронин. Дроздов. Воронин Масименюка. Сейчас молодежью разыгрывают пятого. Удар Воронина накрывает Иван Гопанюк. Семенюк. Дроздов. Удар отбивает Сапко. И выбивает мяч Ваут. Царев. Семенюк. Чередниченко. Чередниченко. Семенюк. Чередниченко в бровку не точно. 6.20 до конца второго тайма. Гопанюк. За боковой вводит мяч. Сапко. Чередниченко. Чередниченко. Семенюк. Свеча в направлении Секерина. И от ног. Воронина уходит мяч Ваут. Семенюк. 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 Зав Naros. Вот. Конец. Зал очень медленный и неяркий мы с Вами наблюдаем. Субтитры делал DimaTorzok Так, с чем у нас тут пауза в матче связана непонятно Быстрая потеря Волота следует Семенюк Манаенков, Семенюк Воронин И не попадает Воронин Ну вот стоило здесь Немного игрокам Волота выброситься На соперников как сразу Опасный момент, а нет, здесь Похоже Сапко коснулся мяча Сколько финал Финал в 16.00 по местному времени 11.00 по Москве, читаю ваши комментарии Вижу, что количество болельщиков Перебывает, это хорошо В такой скучной игре Которую демонстрируют Волота и Минск Количество болельщиков должно убывать наоборот Шучу Фолл на Кирилле Непомнящих Уже не первый раз в этом матче На его пути встает главный тренер Минска И сборной Белоруссии Александр Черник Капанюк Чередниченко И вновь Антонов бежит меняться на Манаенкова Черник Дроздов Федоринчик Федоринчик Не попадает В ворота Игорь Федоринчик Может быть задача Минска В концовке этого матча Чтобы Игорь Федоринчик сделал дубль Сапко Чередниченко На полнищах Здесь первым На лече оказался Капанюк Броздов Удар Семенюка Мяч попадает в штангу И по-моему Сапко тоже его коснулся Семенюк Черник Не прошел пас Нет раз дома Сапко вводит мяч в игру Сапко вводит мяч в игру Повтор Повтор здесь Классно сделал Антонов Он послал мяч Чередниченко Мяч Ватаку команды Минска Забил группу Капанюк 11 Чередниченко Сергей Счет становится Большая минута у Минска За то чтобы подарить Всем нам очередную Серию пенальти И здесь Сапко Не без труда Но фиксирует мяч Когда-то На турнир Приезжал чемпион мира Во пляжном футболу Горчинский Его фамилия Правильно Юрий Горчинский Гозинский Есть Гозинский В большом футболе Он сейчас за Урал выступает И, кстати, за сборную России Играл Юрий Гозинский Пожинец Комсомольска На Амуре Федоринчик Черник Багудуар Здорово Забивает Иван Дроздов 3-3 Хорошая получилась комбинация Выложите, пожалуйста, вчерашнюю трансляцию Ну, спрошу у коллег Мяч В его передаче отметился Александр Черник Ну, и здесь отметим Что Игорь Федоринчик Перекрыл полностью обзор Иванов Савко Гапанюк Гапанюк Чередниченко Рассмотрим, удастся ли Забить сейчас победный мяч По Волоту Вчерашнюю трансляцию По-моему, она у нас И есть Я кое-какие выкладывал у себя А, да, во-первых, спортефир.ру Сайт заходите там, смотрите Там все есть Ну, и ссылки я у себя В нашем телеграм-канале с Олегом Пичугиной Говорим о футзале Размещал Так, ворота пустые сейчас И у нас минута сорок Сейчас пойдет зажимать Дожимать, конечно, и зажимать На наенков Контрозгова Здесь проходит передача Здесь Минута 16 остается Загруз вперед Ворота пустые Антонов вполне может по ним пробить С этой позиции Воронин И успевает вернуться Демин в ворота Последняя минута матча Последняя минута матча у нас Выбивает на Демин Минута матча у нас Много времени, спокойно Бежит Мананков На сцену Мананков Мананков Дроздов на дальнюю, Черник в штрафную, а там никого. Царев из-за боковой, похоже, серия пенальти у нас неминуемо очередная серия пенальти. Манаенко в себе на ход. Дроздов. Семенюк. Семенюк. Проздову. Ну и ворота пустые. Попадет по ним непомнящих. Нет, не попадет. Похоже, Минску понравилось бить серией пенальти. Может быть, нужно этот компонент отточить. Так или иначе, команда в очередной раз в свой матч играет ничью. И у нас будет серия пенальти. Ну и уже третья по счету серия пенальти у мини-футбольного клуба Минск. Одну удалось выиграть. Вчерашнюю с Гранд-Байкалом проиграли. Ну и посмотрим, чем закончится эта серия пенальти. Батарея голода Ивана Сапко. И первым будет бить Иван Дроздов. Автор одного из трех забитых мячей Минска в сегодняшнем матче. Итак, Дроздов против Сапко. Разбегается Дроздов. 1-0. И Кирилл Царев, также забивший в игре против Александра Антонова. Разбега Царева. Удар 1-1. АПЛОДИСМЕНТЫ. И с мячом к точке направляется капитан Минска Денис Семенюк. Удар Семенюка перекладина. Помогает Ивану Сапко. АПЛОДИСМЕНТЫ. Ну и сейчас партнеры ждут чудес от Александра Антонова. Мяча Алексей Секерин. Удар Секерина Антонов. 1-1 остается счет после двух ударов. Иван Сапко вновь занимает место в воротах Волота. И у мяча Илья Манайенков. Который также сегодня забил с игры. Удар Манайенкова уверен. 2-1 после трех ударов Минска. Сергей Чередниченко против Александра Антонова. Антонова хорошо на пенальти. Это габаритный вратарь. Но сейчас он не угадал. И счет становится 2-2. А вот и сам Александр Антонов решается пробить своему коллеге Ивану Сапко. Разбегается Антонов. Гол. Девяточку забивает Антонов. И 3-2. Останавливается счет нашей серии пенальти. Иван Гапанюк. Антонов может на кураже еще одну пенку затащить. Гапанюк. Гапанюк идет уверенно. 3-3 после четырех ударов. Посмотрим, кто будет убить у Минска. Вячеслав Воронин. Десятый номер. Разбегается и отбивает Иван Сапко. Вот это да. Сейчас Волод может забить и обеспечить себе седьмое место на турнире. Кирилл Непомнящих, который забил классный мяч в игре. Александру Антонову сейчас должен это сделать с 6-метровой отметки. Разбегается Непомнящих и забивает. Победа Волота. 4-3 в серии пенальти. Сейчас довольно-таки из игроков послушаем. Оборудование команды. Подводим итоги завершившегося матча за седьмое место с капитаном команды Волод Антоном Деминым. Но первый вопрос, наверное, как команда восстанавливалась после вчерашнего сокрушительного поражения со счетом 2-15. Добрый день. Да, вчера чуть-чуть, конечно, у нас тонус, наверное, после игры упал. Настраивались на дно, но чуть-чуть игра не сложилась. После игры посидели, посмотрели до конца все полуфиналы. Немножко, наверное, зарядились положительными эмоциями от красивой игры. Соответственно, вечером немножко порежимили. Утром проснулись, позавтракали и собрались с новыми силами. Так порежимили или нарушили режим? Нет, нет, мы не нарушались. После такого поражения, как раз, наоборот, нужно командой сходить, напиться и все. Но не нарушали. Решили один день подождать. Молодцы. Что сегодня, какая задача была на матч? Как-то Минск изучали, не изучали? Да, смотрели. Но, если честно, план был немножко другой. У нас должно было быть 8 полевых игроков. Но Дмитрий Семенов и здоровье ему отравился вчера. И сегодня, к сожалению, помочь нам не смог. Поэтому пришлось, в принципе, прямо в раздевалке уже немножко менять тактику. И решили сыграть от своих ворот. В первую очередь поставили задачу не пропустить. Ну и дальше либо пятым, либо на контратаках сыграть. В принципе, я считаю, что у нас это получилось. Ну, я думаю, довольны, да, дебютом Хабаровской команды на турнире? Да, довольны. В принципе, я думаю, результат для первого раза больше чем достойный. Спасибо и с победой. Спасибо. 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 Спасибо.